С Верой в спорт Слушатели знают, что буквально в эти выходные состоялось крупнейшее в мире автоспорта кировского в этом году событие. Это ралли Вятка 2017. Но об этом, я уверена, что мы еще расскажем позднее. Давайте все-таки начнем с небольшой предыстории. Что такое автоспорт в Кирове сейчас и с чего это все начиналось? Марина. Еще раз всем добрый день. Соответственно, Федерация автомобилевого спорта Кировской области. Организация не так давно созданная, организованная. То есть ей буквально полтора года. Мы молоды в этом плане. Официально мы создали эту организацию для того, чтобы автоспорт в Кировской области как раз-таки на уровне Министерства спорта, на уровне каких-то организаций других и правительства и так далее. То есть все административные ресурсы мы были и могли о себе заявлять. И когда мы говорим, что у нас проводятся соревнования, мы его согласовываем или мы даем спортсменам звание, разряды, судьям, спортивные, соответственно, квалификации, то мы официально это делаем от лица Федерации автомобильного спорта Кировской области. Цель создания вот, естественно, это и, естественно, это развитие автомобильного спорта по мере наших возможностей, которые у нас появляются с каждым годом больше и надеюсь, что еще год больше будет. Про вообще автомобильный спорт. Не буду в далекую даль уходить, как говорится, потому что история автомобильного спорта в Кирове имеет очень большую историю на самом-то деле. Ну, поговорим от того, откуда это возродилось. В 2009 году мы как раз-таки с Андреем Манином принимали участие в соревнованиях не города Кирова, не Кировской области, Нижегородской области. Это было ралли. И мы на нем очень успешно выступили. Заняли первое место в абсолютном зачете. Аж даже так нам повезло. В одном экипаже выступали? Да, мы выступали в одном экипаже. То есть раньше нас, будем так говорить, интересовало именно выступление в соревнованиях. Поэтому с этого и началось. После того, как мы успешно выступили, создался некий резонанс среди молодежи такой же, как и мы, наших таких же соратников. И почему бы нам не попробовать самим сделать ралли? То есть в Кирове до этого времени не было ралли вообще, в принципе? Оно было. Как я и говорю, это была очень длинная история. То есть ралли «Вятка» имеет очень большую историю. Ралли «Вятка» существовала вплоть до 2006 года. После этого было затишье в силу некоторых причин. И больше ралли именно такого формата у нас не проводилось вообще. То есть три года было тишины. То есть были какие-то любительские соревнования. А вот именно ралли, таких боевых, их не было. Мы решили попробовать. Ну, кто какими знаниями обладал, мы собрались, соответственно. Да, естественно, мы обратились ко всем, к нашим динозаврам автомобильного спорта Кировской области. За советами. Надо, не надо. А что делать? А как лучше? Ну и так далее. То есть и таким образом мы провели это мероприятие. И после этого еще мероприятие, еще мероприятие. И, собственно, так мы к 2011 году подъехали к тому, что провели учебно-тренировочный сбор, который был в ралли «Вятка». То есть это было показательное соревнование, показательное соревнование для Российской автомобильной федерации, для ее представителей. То есть вообще можем ли мы судьи уровень? То есть мы, грубо говоря, за два года постепенно судейский корпус нарабатывали, да, нарабатывали какие-то трассы, где, как, как ее готовить. То есть учились мы и немножечко росли. И, соответственно, вот фонд «Форотех», да, стал организатором УТР. И, соответственно, возрождение вот именно все это «Ралли «Вятка», то есть официально организатор мероприятия – это «Форотех». И мы вот вся эта большая команда спортсменов, судей, неравнодушных, мы к этому делу, ко всему подключились. И, собственно, с 2012 года «Ралли «Вятка» вот она проходит уже который год. Подожди, пожалуйста, то есть в 2011 году показательное было мероприятие, которым поднимало участие экипажи только из Кировской области. Да, да, то есть это было именно, будем так говорить, что проверка была работы всех, кроме спортсменов. То есть спортсмены – это было для того, чтобы отработать и показать, то есть для спортсменов учебно-тренировочный сбор, ну и для судей, соответственно, тоже. То есть мы показали, насколько мы сейчас готовы и к чему мы способны. Можно ли нам доверять Кубок России вообще? Потому что прошло достаточно времени. А вот нам Кубок России доверили. С тех пор уже вот сколько времени прошло, да, то есть уже пять лет, соответственно, уровень растет. Но автоспорт – это не только «Ралли» в Кировской области, естественно. Это что касается вот откуда все понеслось. Все это время жил и, ну, прекрасно, не прекрасно, но жил и проживал у нас картинг и живет до сих пор. У нас в некой степени были попытки развить автомобильный кросс. Ну, пока вот они не увенчались успехом, но чтобы мы проводили ежегодно какие-то соревнования. То есть хотя есть для этого трасса, но пока вот на ней не срастается, будем так говорить. Это в любом случае желание самих организаторов, собственников трасс и так далее. То есть мы не можем заставить кого-то что-то проводить. Мы можем, как Федерация автомобильного спорта сейчас, сделать спортивную составляющую, что придаст официальность соревнованию, официальные судьи, статус и так далее. То есть за счет этого это соревнование будет интересно за пределами Кировской области. Соответственно, автомобильный спорт Кировской области, как я и сказала, это картинг. И это очень большой прям вот пласт. Они вроде бы казались где-то там сами по себе, но на самом деле этот вид автоспорта уже воспитал четверых мастеров спорта. В ралли у нас, допустим, были только в 90-е годы мастера спорта, в 2000-е из современников. Сейчас в данный момент в Кировской области нет спортсменов, именно по званию мастера спорта по ралли. А вот в картинге как раз-таки воспитаны четыре мастера спорта. Можно назвать имена? Я... Так, хорошо. Это было уже в 2000-е годы, в самое начало. Это был Черменин Егор, значит, дальше Семенский, по-моему, извините, имя не помню, уточни. И дальше поехали в этом году по картингу. Это у нас Частников Андрей, но он еще только приказ будет в следующем году, долгий процесс. И я прошу прощения, это как раз-таки не по картингу, а по автомобильному кроссу. В классе D3 Sprint это Багги, Ворожцов Денис тоже. А по итогам этого 2017 года он стал третьим в чемпионате России, и он получает мастера спорта России. Частников Андрей, он, соответственно, стал первым в Кубке России, и он получает также мастера спорта России. То есть это для Кирова за год это очень хороший показатель. Какие критерии получения мастера спорта? Вот по картингу, по Багги, в частности. Вообще, по любому виду автомобильного спорта, да, то есть их там много разновидностей. Критерии получения мастера спорта это однозначно всероссийское соревнование, уровень, чемпионат, кубок. И, соответственно, выше, то если уже международное соревнование, то там можно будет и международные классы получить мастера. Ну, то есть это статус только всероссийского соревнования, то есть уровня, когда вся Россия ездит. То есть если спортсмен участвует в всероссийских соревнованиях, соответственно, он практически автоматом получает? Нет, не автоматом, естественно, он должен быть как минимум в тройке, то есть первое, второе, третье место. Дальше, соответственно, там уже понисходящее идет, первые разряды и так далее. Но первый разряд, тем не менее, можно будет получить на соревновании субъекта Российской Федерации. То есть в данном случае чемпионат Кировской области по ралли, который мы проводили, да, вот это был финал. Далее в следующем году тоже он будет, соответственно, у нас есть также кубок Кировской области по зимнему картингу мы проводим. Дальше едем, у нас есть любительские соревнования, это третья категория, да, ралли, я сама, пикник-тур. Это тоже имеет статус кубка и чемпионата, и там можно получить первый разряд, а на чемпионате можно получить КМС. Вот, поэтому в рамках области развиваться есть куда. Но если ты уже хочешь прям на всю жизнь получить мастера спорта, потому что это звание подтверждать не надо, оно выдается раз и навсегда, то это только всероссийские соревнования. Ну и, соответственно, да, автомобильный спорт, казалось бы, но есть еще очень много любительских соревнований, да, но они в силу того, что официально не заявлены, они не являются официальными, то там получить звание разряды, судьям подтвердить свои квалификации не имеется возможным. Но такие соревнования имеют место быть, потому что они дают возможность попробовать себя без там уже какой-то приметки там сразу наверх. То есть можно, ну, шапку кинул и поехал, с одной стороны это выглядит именно так, с другой стороны ты прокатился, ты попробовал, надо ли тебе это без сильных вложений там в себя, в автомобиль там и так далее, и так далее. Попробовал, если интересно, ты начинаешь двигаться дальше, накатался и уже дальше поднимаешься на ступеньку выше, переходишь и выбираешь вид того спорта, который тебе нравится, и туда перебираешься и катаешься себе, катаешься, даже не катаешься, а выступаешь, все-таки это спортсмен, выступаешь на тех соревнованиях, на которых тебе интересно выступать и достигаешь того, что тебе нужно. Да, мы уже упомянули несколько составляющих работы Федерации, давайте подробнее на некоторых из них остановимся, в частности, работа судей, обучение судей, подготовка. Вот как здесь происходит работа, Андрей, может быть, ты пояснишь тогда, как судья, как это все осуществляется. Еще раз всем здравствуйте. Подготовка судей происходит каким образом? То есть ежегодно, не один раз в год у нас проходят семинары по подготовке судей, то есть непосредственно их ведем, эти семинары, сдаются экзамены квалификационные, рассказывается новая информация, ну, то есть в формате семинаров. Точно так же у нас проходят УТРы, учебно-тренировочные сборы для судей, вот там в рамках этого же чемпионата Кировской области по ралли. То есть мы всегда привлекаем новых людей, стараемся увлечь их, заинтересовать и рассказать как можно больше информации, но это вкратце. Насколько я понимаю, есть судьи, есть маршалы, которые тоже проходят некоторую подготовку предварительную. В чем разница? Объясни, пожалуйста. Ну, судья – это непосредственно человек, который прикасается к спортивным результатам, в его руках цифры, так скажем. А маршал – это человек, который обеспечивает большую безопасность на трассе, то есть перекрытие и смотрит за зрителями. То есть маршал – это тоже очень важный человек, но он не касается спортивного результата. Он присутствует на трассе и помогает обеспечить безопасность. Давайте я добавлю. Получается так, что судья отличается от маршала в первую очередь тем, что судья имеет спортивную, ну, то есть судейскую квалификацию. Которую нужно подтверждать. Которую необходимо получать, подтверждать, подниматься выше, если есть интерес в этом. То есть это судья, который официально приказом либо местного самоуправления, допустим, администрации, да, то есть управлением физкультурой и спорта, там, и так далее, да, города Кирова, либо Министерством спорта и молодежной политики Кировской области подтверждает, что данному суде присвоена квалификационная категория. То есть там судья третий, второй, первой всероссийской категории. Всероссийскую категорию единственное, что отличие получают судья только через Министерство спорта России. То есть это последняя ипостасия в судействе в нашей России. Насколько у нас в Кировской области есть судьи, получившие? Пока еще нет. Мы как раз-таки получаем. То есть трое человек, документы поданы, но это длительный очень процесс. Это собеседование устное проводится, то есть достаточно непросто получить судью всероссийской категории, потому что проверяются все ли правильно ли гонки, соответствуют ли они действительности, что ты на них работал и так далее, и так далее. То есть это все проверяется, поэтому этот процесс длительно может занимать до полугода. А вот все, что касается судей третьих, вторых, первых категорий, да, там тоже, естественно, есть возрастные ограничения, есть ограничения по должности, которую ты занимаешь на соревновании, том или ином статусу и так далее. Ну, это, в принципе, вся информация ни от кого не скрыта. Кто интересуется, на Министерстве спорта это все опубликованы, все требования. По маршалам, да, маршалом может быть абсолютно любой желающий, как минимум совершенно летний. Соответственно, для этого специально каких-то аттестаций и так далее задавать не нужно, но если же маршалу, интересно, он посещает семинары, тренинги, которые для судей, и мы, как их называем, для стажеров автомобильного спорта, а вот, соответственно, можно посетить тренинг, попробовать себя сдать аттестацию, посмотреть, если тебе это интересно, какие мне ты обладаешь знаниями, и либо двигаться в направлении судейском, либо продолжить на маршальском посту, потому что, на самом деле, как я всегда привожу всем пример, когда мы проводим такие встречи с маршалами, да, то есть, когда обновляем список маршалов в учебных заведениях, чаще всего это города Кирова, то я привожу пример сюда с Формулы-1, потому что Андрей в этом году был на Формуле-1, и я уже несколько лет была на Формуле-1, мы являемся там, на самом деле, маршалами, вот, ну, мы маршалы международного соревнования, да, вот, и это 600 с лишним человек, вот, которых, на самом деле, в телеэкран никогда не видно, но без них данное мероприятие не может состояться, потому что мы обеспечиваем безопасность, хотя, казалось бы, это на закрытой трассе, и вроде бы что-то могло бы быть, да, но это, конечно, отличие от ралли, то есть, дорожный маршал есть дорожный, либо просто маршал, это, естественно, волонтер, а вот он есть в любом виде автомобильного спорта, будь то ралли, пожалуйста, картинг, да, ралли-кросс, там, просто кросс и так далее, то есть, они есть везде, потому что это люди, которые работают на трассе, либо это по дороге общего пользования, либо это на закрытой территории, поэтому маршалам быть почетно, потому что без тебя даже такие мероприятия, как Формула-1, они тоже не могут состояться, потому что это надо, и должно быть по правилам, ну, вот это, что про суди касается. Да, вкратце давайте теперь еще поговорим о подготовке трасс к мероприятиям, да, в частности, раллийным, наверное, потому что времени остается уже от программы немного, а очень хочется о Вятке поговорить. Итак, трассы, как выбираются они, да, я думаю, что Сидоровка, это как раз тот участок, который уже многие годы в роли Вятка используется, был добавлен в этом году новый участок в Заречном парке Кикимора, и «Лесная сказка» относительно недавно это, по-моему, появился, да? Вот расскажите, как они были выбраны, почему именно эти участки? Визитная карточка ралли Вятка, я считаю, я думаю, что и большинство людей, которые следили за гонками, является спецучасток Сидоровка. Это классический спецучасток, очень быстрый, ходовой, по дорогам общего пользования. То есть, соответственно, очень хотелось этот спецучасток возродить, когда снова пришел кубок к нам сюда, в город Киров. Соответственно, дальнейшие работы проводились с той точки зрения, опять же, для участников, чтобы участникам было интересно ехать по этим дорогам. То есть не просто прямая дорога, а именно с связками интересных поворотов, где нужно работать как пилоту, так и штурману одним экипажем. Ну, у нас очень много разных тайн и секретов, как мы это делаем. Ну, труд, труд, еще раз труд. Есть некий опыт, опять же, участие в соревнованиях не только у нас с Мариной, и другие ребята в нашем корпусе, которые присутствуют, у них тоже большой опыт, именно в плане подготовки трассы. Они знают, что будет интересно для спортсменов. Вот, это так, вкратце, в двух словах. Что будет интересно для спортсменов, это имеется в виду повороты, изгибы, высота, вот эти трамплины? Да-да, все верно. Именно интересно связки поворотов, достаточно быстрых, так называемых, чтобы можно было проехать их быстро, не по прямой, понятно. Вот, и основной момент, которому мы уделяем, стараемся уделять максимум внимания, это покрытие. То есть, этап у нас проходит зимой, и мы работаем, и улучшаем покрытие зимнее непосредственно. То есть, с летними этапами у нас пока не получается, ввиду, так скажем, географического расположения нашего города Кирова. А почему? Ну, у нас очень болотистая местность, и сделать быструю, ровную дорогу достаточно проблематично летом. Протяженную причем? Да, и протяженную, соответствующую там стандарту Кубка России. А зимой это сделать, так скажем, реально. Ну, зависит от погоды. Ну, не сильно зависит от погоды. Вот, и мы поэтому делаем зимние трассы. Я думаю, что неплохо. Давайте еще, пока не углубляясь в рядку, очень кратко о мероприятиях, которые проходили в этом году. В этом году состоялся чемпионат Кировской области по ралли, состоялся Кубок Кировской области и первенство по картингу. В этом году у нас состоялся еще ралли-спринт зимний на полигоне мастер-класс, несколькоэтапный. Это тоже был кубок. Собственно, это вот, если так вкратце, вот, естественно, у нас было любительское ралли, это ралли третьей категории «Я сама и пикник тур». То есть это все мероприятия, они многоэтапные, они были включены в единый календарный план 2017 года, и они являются официальными. И, собственно, мы их в 2017 году все провели, вот это было последнее мероприятие в рамках Кубка России по ралли, финал чемпионата Кировской области по ралли. Но сейчас у нас грядет 2018 год. Могу рассказать про 2018. Еще про 2017 год вопрос. Если не ошибаюсь, в этом году был подключен новый участок, это Чембалатский карьер. Да. То есть в рамках чемпионата Кировской области мы попробовали новую местность для нас. То есть мы в основном проводили это, значит, город Киров и Ореческий район. То есть спецучастки там уже из года в год сложившиеся, может быть, кому-то уже надоевшие. Поэтому мы решили летом попробовать новый формат и использовали в прямом смысле Чембалатский карьер в советском районе, который находится в селе Каленур. Ну, это был, как все говорят, Чембалатский заплыв, потому что с погодой нам не повезло. Да, все дни, два дня шел дождь, и до этого шел дождь. Так что экипажам приходилось справляться с очень большой нагрузкой. Еще пару слов, как проходило. Интересно ли было именно на таком покрытии экипажам работать? Это было интересно. Естественно, если бы у нас не было осадков в виде трехдневного дождя, то это была бы твердая, притвердая поверхность, каменистая, естественно. То есть у нас как раз-таки в Кирове дорог общего пользования такого порядка нет. Да, там очень интересный рельеф, то есть он несколько уровень. Да, перепад высоты, соответственно, да, ну и закольцованностью. То есть это реально по... в самом карьере мы ездили, по самому карьеру, где идет разработка, которая была остановлена специально для проведения этого соревнования и убрана там вся тяжеловесная техника, которая там работала. Поэтому это было в любом случае интересно, это был новый опыт, и даже под дождем это была очень тяжелая гонка всем участникам, судьям в судейскому корпусу, в штабному и так далее. То есть это реально была гонка на выносливость в прямом смысле. Это была гонка на выносливость еще и, наверное, организаторов, потому что работы по улучшению трассы велись круглосуточно, особенно ночью, когда всю дорогу размывало, и поразило на самом деле, что даже ночью техника выходила, и трассу улучшали. Причем на следующий день результат был очень эффективный. Вот это огромный плюс. Я думаю, что участники это отметили. Ну да, нам всем, как сказать, дали возможность. Естественно, мы с участниками общаемся. То есть когда такая тяжелая ситуация на трассе происходит, естественно, это собрание с участниками. Давайте примем решение. Ну, нужно, чтобы гонка была классифицируемой, то есть нужно проехать определенное количество километров этой гонки. И, соответственно, мы договорились и перенесли старт на более позднее время, чтобы успеть поработать с техникой на трассе ночью до утра, чтобы как-то облегчить нам следующий день, следующие старты. А вот мы все это сделали, договорились. Все туда приехали. Естественно, никто не хочет, несловно, холебавшихся уезжать. Поэтому мы продолжили гонку, проехали полноценно эту гонку. А планируется ли работа с Чембулатом в следующем году? В единый календарный план 2018 года у нас данное место включено. Но и сам Чембулатский карьер хочет продолжить с нами работать. Поэтому самое главное, что у них есть желание нам помогать в организации. Потому что работа техники, она там все равно... Трассу готовить надо в любом случае. Тротехника работает и правит ее. А вот поэтому включено. Следующий год включено. Посмотрим, как будет. Это, может быть, будет зимой. Зимой будет, наверное, все-таки это интереснее. И вообще хочу обратить внимание, что именно особенность этого Чембулатского карьера, всей этой трассы именно с точки зрения логистики, очень интересна. То есть в самом Чембулатском карьере можно сделать несколько длинных спецучастков. И это все достаточно будет компактно, с минимальным количеством перегонов. И само покрытие, и рельеф трассы очень интересный. То есть это некая маленькая копия гонки в Азбесте. То есть там тоже проход по карьеру, но... Азбесте-то где проходит? В город Азбесте. В город Азбесте. Край, регион? Екатеринбургская область. Свердловская область. Свердловская область. Город Азбесте. То есть в этом плане все участники отметили, что трасса очень интересная. Именно перепад высот, рваный темп движения, покрытие, оно там выдержит. Если оно выдержало такой заплыв, то выдержит и зиму, и сухую погоду однозначно. Поэтому очень бы нам всем хотелось, и участием тоже хотелось, проехать там еще не один раз. Если я правильно понимаю, есть планы вывести Чембулат на уровень кубка? Или все-таки чемпионат? Нет, я думаю, что все-таки пока чемпионат, потому что кубок – это 80 боевых километров. Но инфраструктура все-таки там не так позволяет принимать такое количество человек. То есть, конечно, в этом году у нас тоже было там много участников, поскольку мы собрали выездные этапы еще двух соседних регионов. Поэтому город Советск не совсем пока справляется с таким количеством. Ну и он все-таки находится в отдаленности от самого Чембулатского карьера. Поэтому в плане регионального соревнования это более чем хорошее место в данный момент. Ну и к «Вятке» переходим. О предыстории Марина уже начинала говорить. В этом году рекордное количество экипажей принимало участие в соревнованиях – это 68, тех, кто вышел на старт. Сколько было экипажей в прошлом году и в связи с чем такой наплыв, такой интерес? Хорошо, давайте. Расскажи, сколько участников было. Да, участников. То есть, данный канал из 68 человек в этом году состоял из, будем так говорить, даже трех соревнований. То есть, это был первый этап Кубка Параллель 2018 года, то есть, сезон 2018 года. Так устроен у нас автомобильный спорт. И состоял он также из двух еще соревнований. Мы их называем сейчас уже «Гонки-поддержки». А почему так называется? Ну, получается так, что это соревнование, оно ниже рангом, да, то есть, это из формулы даже, наверное, один мы взяли. Это просто наименование, когда проходит формула-1 в гоночный уикенд, проходит не только она, проходит еще несколько соревнований. Уровни либо международные, либо это Европа и так далее. И это уровень именно подготовки машин, то есть, по скорости даже, так говорим, она ниже. То есть, соответственно, и это все называется «Гонками-поддержки». И мы прямо оттуда это слово скоммунизмили, то есть, взяли это слово и используем его здесь. Соответственно, региональное соревнование статусом ниже, это чемпионат Кировской области, и это был еще первый этап чемпионата Пермского края. А вот, соответственно, это было две гонки, то есть, три в одном, будем так даже называть. Ну, и мы их называем «Гонками-поддержки», чтобы это просто одним словом и не путаться в сокращенных наименованиях. А вот, и все это вместе 68 экипажей. Соответственно, в прошлом году было меньше 30 в Кубке России и меньше 30 было в «Гонке-поддержке». В этом году у нас получается, что было 37 экипажей в Кубке России. Это рекорд абсолютный вообще. В принципе, ралли-вятка, столько экипажей никогда не приезжала на ралли-вятка за всю ее историю. И 31 экипаж в «Гонке-поддержке». Это такой нормальный показатель. При этом при всем есть заявившиеся и туда, и туда, которые ехали кубок и классифицировались еще и в наших гонках, потому что они до этого весь год ехали эти гонки. То есть, такая вот сложная история. Много задавали вопросов, как мы будем. Ну, в общем-то, все красиво получилось. Справились, все хорошо получилось. Поэтому в прошлом году мы прям побили вообще все-все. Интерес почему? Интерес потому, что в Кубке России стало меньше гонок зимних, и нужно потренироваться. И, в принципе, на вятке можно получить хороший задел по очкам. И это как раз-таки тот регион, который близок, как, допустим, Санкт-Петербургу. Да, ровно удален. Да, ровно удален от Екатеринбурга и так далее. То есть, у нас получается место, куда могут подтянуться, может быть, не самые топовые спортсмены, да, Кубка России. Но они здесь могут набрать очков, потому что сюда, допустим, не приедет топ, и они выхватили первое, второе, третье место и получили свои хорошие очки. И они сделали уже задел во всем Кубке себе. И дальше они разойдутся, так сказать, по регионам и будут участвовать только в тех гонках, которые у них ближайшие к ним. То есть, Северо-Западный округ останется там при своих гонках, УРФО останется при своих гонках. И там они дальше с этим заделом первого этапа будут уже набирать свои очки дальше и строить логистику своего выступления в Кубке России. Но это объясняет, почему география настолько широкая, что и Москва, и Сочи, и Краснодар, и Нижний Новгород. Именно, да, именно поэтому, потому что гонки, они раскиданы и собраны, вот как раз-таки все остальные дальше по регионам. И вот это вот получаешь за дело на первом этапе, и можешь дальше уже смело выступать, и, может быть, уже и надеяться на лидерство. А вот в чемпионате Кировской области стало больше участников, ну и кто-то из них перешел в Кубок России в том числе. То есть, поэтому мы можем смело сказать, что автомобильный спорт, он развивается, потому что участников, ну, на самом деле, много. А вот новые у нас тоже появляются, и новые, допустим, как появляются сначала более низкий класс, будем так говорить, да, по уровню подготовки автомобиля, где меньше вложений. И они дальше начинают расти, внутри даже хотя бы чемпионаты, они растут и меняют свой класс. Даже, получается, у нас в этом году было так, что сначала он ехал в одном зачете, потом он себе построил новый автомобиль в промежутках, и уже выехал на финал на новом автомобиле, вот, и год продолжит уже совершенно в новом зачете, в новом классе. Вот, поэтому есть рост, есть, и он прям радужный очень. Есть у нас кировские звезды автоспорта, которые выходят далеко за пределы региона, и я слышала, что даже России. Вот можешь ли выделить каких-то ребят, которые же многое добились? Конечно, конечно. Естественно, очень много лет, я будем так говорить, про человека, который ездит за пределы вообще России, это Клим Байков, штурман у него из Москвы, Андрей Клещев, Клим начинал и ездил в городе Кирове, потом выехал на Кубок России по ралли, и уже три года он ездит и выступает в Прибалтике на тех чемпионатах и кубках, там, Эстонии, Латвии, Литвы и так далее. А вот в этом году он стал победителем чемпионата Эстонии. В своем классе. Да, в своем, естественно, классе. Далее у нас есть, как я и говорила, в кардинге, это ребята, которые, вот Андрей Часников, который выезжает и продолжает выезжать, и в следующем году он планирует взять чемпионат России. Далее Ворошцов Денис, который ездит у нас в кроссе в классе D3 Sprint, он и так ехал чемпионат, но теперь у него заделано первое место, он стал третьим, сейчас он хочет стать именно абсолютным чемпионом, поэтому он продолжает следующий сезон и подтягивает к себе еще и ребят, которые с ним начнут, тоже уже не выезжали, то есть выезжали на региональные соревнования, и они начинают выезжать на чемпионат России. А вот это что касается паралли, естественно, у нас новая звездочка, это Павел Усатов, 16-летний спортсмен, который получил разрешение на принятие участия в ралли в качестве первого пилота на специальных участках. То есть вот эти звездочки, которые у нас в следующем году, мы ставим на них ставки, что они станут еще лучше. Что без толку, как они зайдут в следующий год. Да, что всех своих целей достигнут. Ну и последний, наверное, вопрос, который сегодня успею задать. Автоспорт, особенно раллийный, на мой взгляд, это очень зрелищное мероприятие. На данный момент нет технических возможностей организовать зрительские площадки. Есть ли вариант в будущем, что людей очень много, между прочим, хочет посмотреть, как ребята там повороты преодолевают? Насколько это возможно, чтобы организовать действительно зрительскую организацию, устроить? Ну давайте я расскажу. Ни для кого не секрет, для всех организаторов самый основной момент проведения соревнований – это безопасность. Зрители на соревнованиях – это небезопасно. И, честно говоря, вот, по крайней мере, организаторы стараются отделить эту всю зрительскую зону максимально безопасно от участников соревнований. Но это крайне трудно обеспечить с точки зрения логистики. То есть если спецучасток протяженностью 27 километров, то есть их 27 километров ни при каких условиях не отцепить полностью. Поэтому, на мой взгляд, самый правильный вариант – это онлайн-трансляция, которую мы пытались провести. Ну не мы, а ребята. На соревновке это прекрасно получилось. Да, вот это, я думаю, что самый правильный выход из ситуации, как показать максимальное количество людям ралли и безопасно. Потому что ралли смотреть на самом деле интереснее всего по телевизору, потому что ты видишь все. А находясь на спецучастке, ты видишь только один-два максимум поворота, но и не более того, и никакой информации у тебя нет, кто какой едет. Поэтому я думаю, что самое правильное – именно развивать это направление – онлайн-трансляцию. Что, причем, ну, было сделано, и, насколько я знаю, нигде в России у нас такого не проводится. То есть это первый такой большой опыт по всей стране, где именно онлайн-трансляция телеканалом велась. Ну, очень хорошее количество просмотров, да, ребята здесь молодцы, постарались. В группе ВКонтакте ралли «Вятка» можно найти запись трансляции, там порядка 30 минут, если не ошибаюсь, времени. Вот и планы, Марина, 18-й год, что будет? Кратенько, чего ожидать? Кратенько. Ну, я тогда просто статусно обозначу, что будет проходить чемпионат Кировской области по ралли очередной раз. Несколько этапов с финалом в декабре, и, надеюсь, у нас ралли «Вятка» в следующем году состоится. Вот, далее кубок Кировской области по зимнему картингу, плюс отдельно первенства зимние и летние. В принципе, брали третьей категории, естественно, как всегда, мы о них не забываем, две штучки. Вот пока, пожалуй, наверное, все. А, ну и забыла добавить, ни разу не проводили официальное мероприятие, называется «Автомногоборье». Запланировано два мероприятия, но они, естественно, только летом будут. Вот поэтому будет интересно. Там могут поучаствовать все желающие, абсолютно не на подготовленных автомобилях и так далее. То есть «Автомногоборье» — это такое совсем-совсем тоже для начинающих вид спорта. Вот поэтому мы запланировали два на лето. Ну, естественно, все подробности — это в группе ВКонтакте официальной нашей Федерации. Ну, в принципе, наверное, на этом мы уже завершим. В гостях у нас сегодня была Марина Манина, президент Федерации фотоспорта Киевской области, и Андрей Манин, спортивный судья и техинспектор чемпионата Киевской области. Ребята, спасибо большое. Приходите снова с новостями, с рассказами. Будем вас ждать. Спасибо. До свидания. До свидания. С верой в спорт.